МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не все методы воспитания приемлемы. За некоторые и вовсе можно попасть за решетку. Махачкалинцы будут судить за избиение своих дочерей. Подробности в рубрике «Дайджест». Зайцем не получилось. Более 20 тысяч хаджи-нарушителей были задержаны в Саудовской Аравии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Зимин покинет должность министра природных ресурсов и экологии Дагестана. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам. Напомним, что ранее Зимин был временно отстранен с должности на фоне инцидента с платным посещением Салтинского водопада. Собранные средства должны были направить на обустройство территории туристического объекта. Однако для комфорта и безопасности посетителей было сделано недостаточно. Я в вас ошибся. Я рассчитывал на то, что вы будете, учитывая опыт работы в муниципальном образовании, эффективным министром. Не получилось ли. Мало того, вы все указания, которые я отдаю, вы их почему-то переворачиваете с ног на голову. Поэтому я вас больше не хочу видеть в составе правительства. Коммунальные службы готовят побережье Махачкалы к упальному сезону. Используя пляжеуборочную машину, специалисты здесь очистили песок. Следующим шагом они приведут в порядок санузлы. Кабинки для переодевания, пешеходные зоны обновят навесы и благоустроят зеленые зоны. Помимо этого, ответственные сотрудники проведут инверторизацию торговых объектов, а также демонтируют боксерские груши, кофейные аппараты и холодильники. Пока работы проводятся на городском пляже. Затем спецтехника будет направлена и на другие береговые зоны столицы. Двое росгвардейцев из Дагестана стали обладателями крапового берета. Наши бойцы в числе 13 военнослужащих северо-кавказского и южного округов войск Национальной гвардии получили право на ношение символа доблести и чести. Финал испытаний проходил на территории учебного центра Тамбукан в Ставропольском крае. Лужу врачи и спецназу! В течение двух дней спецназовцы сдали зачеты по связи и военной топографии, физической, тактико-специальной, инженерной, горной, медицинской и огневой подготовкам. Они совершили 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности. А еще в полной экипировке преодолели затяжной подъем, штурм высоты, условно заминированные участки местности, водную преграду. В завершении прошли традиционные 12-минутные спарринги, в которых каждому финалисту предстояло сразиться с несколькими противниками. Далее в эфире рубрика «Дайджест», а затем продолжим. В лесном массиве Табасаранского района обнаружен схрон, принадлежавший убитому 8 лет назад боевику. Арсенал включал в себя огнемет, револьер, автомат, гранату, магазин от пистолета и более 120 патронов. По словам оперативников, боеприпасы принадлежат члену незаконного вооруженного формирования, Абдусилиму Мирзаханаму. Отец долгие годы истязал дочерей. В Махачкале завершено расследование уголовного дела против 40-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании своих несовершеннолетних детей. 12 и 13 лет. Мужчина систематически причинял им физические и психические страдания. Следствием собраны достаточные доказательства вины задержанного. Суд в скором времени должен вынести приговор. Уголовное дело о хищении 5 миллионов рублей возбудили в Дербенте. Дирекция единого государственного заказчика-застройщика заключила контракт с коммерческой компанией на строительство детского сада в 2020 году. В последующем руководитель подрядной организации внес документы о приемке работ, заведомо ложные сведения и присвоил часть средств, выделенных на объект. Регионы Северного Кавказа вошли в число субъектов с минимальным гендерным разрывом в зарплатах по итогам прошлого года. Найменьшая разница зафиксирована в Ингушетии, где женщины зарабатывали в среднем 24 тысячи рублей, что всего лишь на 9% меньше, чем мужчины. В Дагестане же этот показатель составил 20%. Минимальная разница в субъектах СКФО эксперты объясняют низкими средними зарплатами и высокой долей занятых в бюджетном секторе. При этом самый высокий разрыв отмечен в Мурманской области, где представительницы слабого пола зарабатывают почти наполовину меньше мужчин. Более 20 тысяч хадж-нарушителей были задержаны в Саудовской Аравии. Все они находились в Мекке и Медине без специального разрешения. Если среди них дагестанцы, информация уточняется. Нелегалам грозит штраф в размере 10 тысяч саудовских реалов и немедленная депортация. Нарушители не смогут повторно въехать в королевство, а штрафы для рецидивистов будут удвоены. Меры для пресечения проникновения в страну нелегальных паломников власти Саудии намерены только ужесточать, отмечают эксперты. Саудская Аравия в последнее время ужесточает сильно наказание за совершение хаджа без паломнической визы, без специальной хадж-визы, потому что была такая тенденция в последние годы с разных стран, в том числе из Российской Федерации, прибывали паломники, не имея специальную хадж-визу, не оплатив услуги за хадж, но пытались каким-то тайным образом совершать это паломничество. Если прошлые годы Саудская Аравия как-то не очень сильно пыталась это контролировать, то заметно с этого года, что очень много внимания Саудии выделяют этому вопросу, и стало вылавливать таких вот нелегальных паломников, наказывать их и штрафом, и депортацией. Для местных граждан предусмотрено и тюремное наказание за содействие в совершении паломничества без хадж-визы. И, скорее всего, Саудская Аравия в ближайшие годы этот вопрос полностью закроет, исключит возможность совершения паломничества, не оплатив соответствующие услуги. Тем временем в Мекке в эти дни встречают первых паломников из Дагестана. Представители Министерства по хаджу Саудовской Аравии и сотрудники Марва Тур встретили гостей тепло и в радушной обстановке, угощения, подарки и живое исполнение нашидов. Вся эта усталость, можно сказать, была забыта, когда мы увидели это приветствие, мишааллах. Это шикарное приветствие увидели. С какими мыслями ехали? Предвкушения, наверное, были, да? Смыть грехи. Начать с нуля. Мишааллах. Мишааллах. Но я вам уверенно говорю, все те люди, которые сильно хотели сюда приехать и приехали, вы как уйдете отсюда домой, вы начнете скучать очень сильно по этим землям. Так что цените каждую секунду, которую вы находитесь здесь, и благодарите Всевышнего Аллаха. Чемпион Паралимпийских игр Муса Таймазов возглавит сборную Дагестана на Кубке России по легкой атлетике. Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата примет Екатеринбург. Помимо побеждавшего в Токио в метании клаба Таймазова, нашу республику представят толкатели ядра Альгаджи Абдурахимов, Магомед Арибзайналов, Казим Амаров и метатель диска Виктор Кипаренко. Итоги Кубка страны подведут 6 июня. Сплотить и объединить молодежь Дагестана. С такой целью в республике во второй раз провели чемпионат среди студентов. Межвузовский турнир собрал представителей 10 учебных заведений региона. Где учатся самые лучшие мастера борьбы в партере, узнаем в сюжете Курбана Рагимова. Атакующий, зрелищный и порой дерзкий стиль борьбы приносит успех Магомеду Шахбанову на соревнованиях самого разного уровня. На днях студент ДГ вернулся домой с золотом чемпионата Европы, но пропустить межвузовский турнир не мог. Итог 3 досрочные победы и очередное золото в копилке наград. Как я узнал про этот турнир, у меня сразу головная мысль. Нужно представить, побороться, представить свой вуз, чтобы обрадовать своих ректоров, своих преподавателей, чтобы они не забывали про меня, так скажем. А здесь каждый соперник такой тяжелый по-своему, так скажем. Здесь молодые, голодные, и каждый хочет тебя выиграть. Вот я буквально вчера прилетел из Европы, и у них глаза горят, чтобы меня просто убрать с моего пути. И из-за этого приходится вообще не расслабляться, старался настраиваться на все сто, так скажем. Студенческий чемпионат по грэпплингу проводится во второй раз. Финальный этап во Дворце спорта при стадионе «Труд» собрал лучших представителей 10 вузов республики. Участники прошли отбор, где на предварительной стадии свои силы попробовали порядка тысячи студентов. Практически в каждом вузе мы бы нашли понимание данной идеи. И в различных вузах было различное количество участников, это от 40 до 100 человек. И сейчас в данном мероприятии тоже более 100 участников. И вузы тоже помогали, ректораты нам обеспечивали доступ к студентам, обеспечивали, где есть спортивный зал, они предоставляли спортивную площадку, чтобы мы могли провести на их территории соревнования. Спорт не мешает учебе, а наоборот прививает молодежи дисциплину и умение концентрироваться в этом уверены организаторы. Идея проводить студенческие турниры пришлась по душе всем – ректорам учебных заведений, представителям Минспорта и известным спортсменам, пришедшим насладиться яркой борьбой. Я учился в Дагестанском институте народного хозяйства. Ну, тогда он дгинг был, сейчас уже университетного народного хозяйства. Здесь как раз они тоже выступают, выигрывают, ребята уже молодцы. Ну, в моей молодости я, честно сказать, только тренадцать начинал. Если бы, конечно, была бы моя возможность выступить за свой университет, я, конечно, с радостью ее представлял бы. Очень интересные, сладкие были, там, реально, уровни у ребят, на уровне у ребят. Видно, что они постоянно трендуются, выступают. Это очень приятно, что ВУЗ дает им такую возможность, что трендоваться, выступать. Я же ездил в разные страны. Вот, в Америке я видел, у них спорт студенческий, у них как урок идет, да, спорт. И очень развивается там студенческий спорт. И когда кто-то что-то выиграет, у них бывают привилегии. И, да, престижно, очень сильно престижно. И хотелось бы, чтобы у нас в России тоже так же развивалось, не только грэппинг и борьба, и другие виды спорта, среди студентов. Это очень большое стоило. Броски, болевые приемы и удушающие захваты. Участники финальных встреч показывают высокий уровень мастерства. Цвета своих ВУЗов защищают чемпионы мира и медалисты первенства России. Сильнейших определяют в восьми весовых категориях. В первую очередь для себя, да, так сказать, что я лучший, как бы сказать, зону комфорта перейти. Ну, нравится соревноваться, да. Это, как бы сказать, спокойно спортивный наркотик. А так, иншалла, думаю, если первым стану, иншалла, с директором пообщаться получится, чтобы за что-то что-то закрыл, да, посмотрим. Ну, так, да. Какая мотивация, конечно. Да, мотивация по-любому есть, иншалла. Я вижу, что там призы спонсорские, что-то имеется, все заберем, иншалла. По количеству золотых наград лучшими стали представители Дагестанского Исламского университета. У них три чемпиона. Вторыми идут спортсмены из ДГУ, а замыкает тройку призеров ДГМУ. Победители получили денежные премии, а также медали и другие призы. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Бахачкала. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова